Мы находимся в Акжарском районе, и здесь когда-то было село Серши. Это родина известного публициста, педагога, просветителя Зинель Гебнена Амреулы. Его еще называют Аль-Жаухари. И вот он родился в 1881 году, получил хорошее образование религиозное. Он закончил медресе в Уфе, и в 1916 году он вернулся сюда, в родное село. Он открыл здесь школу нового образца, преподавал в ней, а также он за свой счет покупал периодические материалы, журналы, газеты, и читал своим жителям, рассказывал о том, что в них говорится. И также он публиковался сам. Этот человек внес большой вклад в развитие образования в то время. И, возможно, вот даже в этом здании была эта школа. Аль-Жаухари. 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 Макжан Рамазаныч, вы один из тех людей, которые защищали... Да вы единственный человек, который защищали, да, получается, проект по включению захоронения Зениль Габидиена Амреула в сакральную карту Казахстана. Вот какая работа была проведена? Во-первых, нужно сказать, что я не один защищал, я защищал те материалы, которые мне предоставили. Значит, немножко расскажу о Зениль Габидиене Аль-Жаухари Аль-Омскаи. Аль-Жаухари говорит о том, что он родом Жавар, а Аль-Омскаи, что он уроженец Омской области. Родился он в Омской области, в Марианской район. Амре-Балка есть такое место, вот место его рождения. По одним доводам, по другому этим предположениям, что он родился именно здесь, в село Сиерше Ахжарского района, бывший Ленинградский район Кочетовской области. Вот. Отец его, Амре, был очень богатый человек того времени. Он оказался в содействии в строительстве железной дороги Омск-Петропавловск, западно-сибирская железная дорога, при Николае II, чему он подвергся гонениям при установлении советской власти. Вот они после гонения переехали сюда, в село Сиерше. Ну, по-другому ее называют Жан-Отлег по-современному. Зенил Габидин Аль-Жаухари, он первоначально обучался в Омске, потом продолжил учебу в Уфе, в медресе Галья называется, там получил образование. Вернувшись сюда, в Сиерше, он открыл первую бесплатную школу для наших детей. А вот говорится о том, что он открыл школу, там по новой системе, да, как-то обучение проводилось. Что это было за новая система? В некоторых источниках пишется о том, что он работал совместно с Адвокасовым, просвещенец, уроженец села Ахжархан нашего района. Он обучал детей по новому методу. Раньше было обучение, мулы обучали методом кнута и пряника, но здесь кнута не было, были перемены, ближе к современному обучению. Сам приобретал книги, свои средства, журналы, газеты. С русского переводил на казахский и доводил до населения. Он, получается, знал несколько языков, получается, был человеком таким. Да, он знал арабский, казахский, русский и другие языки, можно сказать, тюркские языки. Какая была его семья? То есть остались ли у него потомки и его последователи? Ну, у него было очень много братьев, насколько я знаю, вот они многие, наверное, захоронены здесь. Вот, отец его дважды совершил хадж в Мекку. Во второй раз при совершении хаджа он там умер, был там захоронен, Амриев его отец. А сам он захоронен здесь, но о его семье, детях, как бы, нет никакой информации. А вот его ученики, последователи, они есть сейчас? Есть, есть. Очень много учеников, которые проживают сейчас, я по именам всех не буду называть. В городе Кухштал, в Астане, в Алиханском районе, в Кишкине-Коле проживают, в Ахжарском районе проживают. Вот это его все близкие родственники племени Жауар, так сказать. Вот у нас в плане, значит, организовать корпоративный фонд, навести здесь порядок, заняться его публистистикой, а, кстати, еще хотел сказать, у него единственная выпустилась книга, которая дошла до наших дней, это Насихат Казахья, которая выпустилась в городе Уфе в 1909 году. А остальная, рукопись его, говорят, захоронена здесь, потому что подвергался гонениям со стороны советской власти и тому подобное. Долгое время он был запрещен, получается, к изучению, да? Да, у него все было запрещено. А скажите, вот какие материалы вам удалось собрать и представить на защиту, и, то есть, как долго вообще собирались материалы? Вообще я полагался только на одну информацию из книги, вот, Казак на Сахье. Там публистистика многих его учеников, многих его интересующих людей, которые писали о нем, о его творчестве, о его деятельности, о его жизни, так сказать. Я полагался только на эту книгу и место захоронения. И самое главное, хотел сказать, и соавтором этой книги является Зархан Тайшибай, который проживает в городе Петропавловск. Он состоял в этой комиссии, он поддержал нас. Сейчас это часть сакральной карты региона? Да. У нас в районе два сакральных места, это один захоронен Зенил Габеден и второй Байталяк-Батыра. Сейчас на месте Байталяк-Батыра проводится большая работа, организован корпоративный фонд, строится Мазар, запланирована установка памятников, переменование из улиц. Я думаю, это самое подлежит Зенил Габедену. Субтитры создавал DimaTorzok